Заработать на интернет покупках в Китае очень просто. Кэшбэк сервис Letyshops.ru Более 960 интернет магазинов и удобный интерфейс. Перейди по ссылке и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Всем привет, добро пожаловать на канал VTNT. Сегодня я хотел бы поговорить о самых последних из слухов и новостях, особенно о рынке китайских смартфонов, особенно о смартфонах Xiaomi, Meizu, OnePlus и Huawei. Потому что эти компании сейчас активно пытаются закрепиться на рынке и некоторые даже завоевывают новые территории. Итак, новость номер один. Huawei наращивает продажи смартфонов. По количеству проданных девайсов Huawei, к примеру, в первом квартале 2017 года больше на 20% проданных девайсов, нежели в первом квартале 2016 года. И теперь Huawei уверенно занимает третье место в мировых продажах. То есть на первом Samsung, далее идет Apple по количеству проданных девайсов и третье место Huawei. Это весьма весомый показатель, с учетом того, что еще в 2015 году руководитель компании Huawei сказал, что мы хотим занять первое место по количеству продажи телефонов. И в принципе у них это получается. Что касается самой Huawei, у ребят реально очень много уходит на маркетинг. Они тратят кучу-кучу денег на развитие. И в принципе есть шанс, что Huawei станет лидером мировых продаж где-то в 2018-19 году. Мне кажется, что очень скоро наступит такое время, что китайцы реально будут рулить практически во всех сферах. Компания Qualcomm готовит к выпуску процессор Qualcomm Snapdragon 660, который придет на смену 652 и 653, который по сути практически ничем не отличается от 652. Snapdragon 660 будет основан на 14-нанометровом техпроцессе, что понизит энергопотребление. И соответственно будет еще и увеличена мощность и производительность процессора. Если говорить о известном бенчмарке Antutu, то 660-й уже будет набирать более 100 тысяч. А я помню, когда еще появился 820-й, который как раз именно вот побил планку в 100 тысяч. А сейчас представьте середнячки, которые уже будут бить 100 тысяч планку в Antutu. Что это даст нам? Нам даст это плавную работу устройства. Энергоэффективность за счет 14-нанометрового техпроцесса. И, конечно же, хорошая производительность в играх, если вы любите поиграть в игры на своих мобильных устройствах. Компания OnePlus готовит к выходу свой новый флагман OnePlus 5. Ожидается, что там будет повышенный аккумулятор. Процессор Qualcomm Snapdragon 835. 6 гиг оперативки, 64 и 128 и даже 256 гигабайт встроенной памяти. То есть будет 3 модификации. Сразу же будет модификация с полностью черным цветом, какой не было ранее и только появилась OnePlus 3T в дополнительной Edition версии. Также на рендерах можно увидеть двойную основную камеру. Также, возможно, будет отсутствовать разъем для наушников. Все, все хейтеры сейчас проснутся и будут писать в комментариях, что OnePlus сливаются, отстой, все, говно не покупают. Также на рендерах отсутствует новый тренд безрамочности. То есть смартфон выглядит плюс-минус одинаково, как и OnePlus 3T. То есть дизайн сохранил свои обличия. Но, может быть, все это поменяется и представит совершенно новый классный девайс. И все это нас ожидают где-то до осени. Может быть, даже в конце мая возьмут, да и представят новый флагман. Ну и последняя информация на сегодня. Появились рендеры Meizu Pro 7 Plus с безрамочным смартфоном. Это такой, как бы себе гибрид Galaxy S8 и Meizu Pro 6 Plus. Но выглядит, если честно, мягко говоря, немножко по-уродски. Хотя, блин, на рендерах и iPhone тоже по-уродски смотрелся. Потом, когда выпустили и всех валили. Может быть, когда выпустят Meizu свой Pro 7 Plus, все скажут, да, вот это именно то, что нам нужно. Также на рендерах не показан сканер отпечатков пальцев. Непонятно, он есть или его нет. Ну, по крайней мере, на картинке его нет. А как и где он будет реализован, тоже пока непонятно. Но, по-любому, его куда-то должны запихнуть. Потому что еще ни одна компания не установила сканер отпечатков пальцев под экраном. Даже Samsung не решились это делать. Хотя, такие технологии в теории присутствуют. Презентация нового смартфона ожидается в мае или июне. Посмотрим, смогут ли Meizu нагнуть Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo. Но Apple и Samsung им вряд ли удастся нагнуть. Ну, хотя бы какого-нибудь китайского бренда. Там, может быть, дуги они нагнут. Ну, как вариант. Все, друзья. Спасибо вам за то, что вы смотрели это видео. Надеюсь, оно было интересным и полезным для вас. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Смотрите другие интересные видео. Всем пока. До скорых встреч в новых видео.